Всем привет дорогие друзья, подписчики и любители страшных игрушек, я Нептун и это канал Нептун и Геймстав. Мы начинаем проходить эту замечательную игру, я кстати начал прошаривать предложку, как обычно я это делаю, и вот там ребята предложили пройти эту замечательную игру, я давно кстати собирался это сделать, но руки как обычно у меня не всегда вовремя доходят до этого дела. Кстати был такой фильм ужасов в 70 каком-то году, очень-очень старый, назывался он Омен, сын сатаны. Так вот в фильме главным героем был мальчик, рожденный не от бога, а от зверя. У него еще были родинки на голове в форме шести, нет, трех шестерок. Собственно он был предвестником апокалипсиса, сыном Люцифера и творил очень плохие делишки. Также у этого фильма был ремейк в 2006 году, он так и назывался Омен. Вот, видимо разработчики черпали вдохновение у этих фильмов, потому что мы будем играть точно за такого же мальчика. Так, ладненько, давайте новая игра. 6 июня 66 года, в дате три шестерки. И у кого-то тяжелые роды. Параллельно мы наблюдаем ритуал призыва. В наш мир кого-то зловещего. Девушке больно. Да, именно этот кинжал. Нужна лишь кровушка. Очевидно, эти два события связаны. Да. И он родился. Бенедикт, мемориал госпиталь. Нашего новорожденного увозят. В особняк, Данте. Люциус. У некоторых людей более слабый разум, и ими можно манипулировать. Гласит нам подсказочка. 6 июня 72 года. Адски холодно. Кстати, прошло 6 лет с момента рождения нашего мальчика. Опа. Кому-то весело. Патти Харт. Это, видимо, особняк Данте. 6 лет спустя. Давайте посмотрим. Здесь, по идее, должны быть субтитры, так что я это дело озвучивать не буду. Ага. Значит, это наш шестой день рождения. Мэри. Так, Мэри это служанка. И по совместительству наша няня. Позже, сегодня вечером. Так, я, по идее, должен ей как-то помочь. А я уже тут. Ха-ха. Ну да, я уже понял, что я не обычный мальчик. Я предвестник апокалипсиса. Пора творить злодеяние. Во славу сатаны, конечно. Так, а это что за хрен? Какой-то он зловещий. Что? Опа, ни хрена себе. Он дверь разокрывает. Я тоже так хочу. Так, уже почти 10. Мне пора спать. Так, кнопка мышки 1. Ну давайте. Информация на игровом экране. Так, ну это обучение, наверное, да? Выбранное умение. У меня их, видимо, будет несколько. Индикатор обнаружения. Текущий уровень умения. А, то есть я свои умения еще буду прокачивать. Окей. И текущий уровень силы. Пользуйтесь мышкой, чтобы смотреть вокруг. Используйте васт, чтобы ходить. Да, это работает. Неплохо. Взять замок со стола. Значит так. Вот он замочек, давай. Чтобы достать или спрятать предмет, нужно нажимать кнопочку мышки 2. Да, работает. Открывать-закрывать двери. Кнопка 1. Хорошо. Так. Закройте дверцу холодильника. Ну я нажал. А, замок повесить. Недостаточно холодно. Хорошо. Понизим температурку. А, я так понимаю, это наша первая жертва. Мэри. Она еще не понимает, что ее ждет. Опачки. Заперто. Эй, кто-нибудь, выпустите меня, помогите. Хе-хе-хе. Ну я и сволочь, а. Это же симулятор маленькой сволочи. Так, ну все, дело мы сделали, да? Можно поспать. Идеально. Ворона. Привет, ворона. Че надо? Опачки. Жесть, часики, конечно. Ночью такие увидеть. Обделаться можно. Вот такое вот начало. Так, почему-то перевода нет. Где субтитры, чувак? Ну, в общем, я так понимаю, что... Вся игра будет заключаться в том, чтобы мне убивать этих людей. На этих фотографиях... Это, видимо, члены... Члены семьи, да? Живущие в этом доме. И только после их смерти я смогу... Создать апокалипсис, да? Или, в общем, чего-то достичь. Для моей части в этих событиях... Я выявляю ответственность. Но... Это там. Это знак. Это знак, который я должен был заметить. И его основа... В центре всего... ...вот... ...вот... Господи, спаси нас всех! Надпись на стикере. Понятно. Симулятор убийцы. В духе Хитмана... ...только на тему Антихриста. Остерьяйся Крестов, кстати, была надпись. Значит, это дело меня может ослабить как-то. Это что, пожар? Пожар? Вау! Люциус, ты я! Наконец-то один на один! А, это Люцифер! Это мой батя! Ничего страшного, можешь мне доверять. Конечно, я знаю, кто ты. Ага, каждая жертва... ...которую я принесу, будет делать меня сильнее. А также могу изменить своё будущее и стать властелином всего сущего. Круто! Но мне нужно для этого очень много сделать. И первое, что мы сделаем, это... ...заберём кое-что к моему дню рождения. На столе. Записная книжечка, давайте. Так, открываем инвентарь. Выбираем предмет. Ну, книжка здесь играет роль, наверное, путеводителя, да? По заданиям здесь будет... ...будет цель, будут наши подсказочки, будут диалоги, да? Которые я уже послушал. Вот они. Мэри. Так, Мэри замёрзла насмерть. Я должен вернуть замок на место, чтобы никто не заподозрил, что это был я. Окей. Фонарик. Поможет мне найти дорогу в темноте. Так. Ну, я взял. Надо его, наверное, зарядить. Так. Вставьте батарейки, нажав кнопочку мышки 2. На батарейках. Нажал. Потом с помощью колёсика можно переключиться между предметами. И нажать кнопку 2 на фонарике, да? Опа. Круто. Охренеть, у него рога, посмотрите. Реально. Это... Сатана. Так, я оставил холодильник на двери на кухне. Мне нужно взять этот замок. И спрятать его так, чтобы никто не нашёл. Иначе они меня обнаружат. Да, я очень не хочу, чтобы это произошло. Хорошо. Уже идти? Хорошо, я пошёл. А, ещё рановато. Вот теперь самое время. Видимо, наш папка приходит к нам только ночью и только во сне. Ладно, откройте карту. Здесь ещё и карта есть. Так, значит, по лесенке надо спуститься или подняться. Я не знаю, что это такое. И наша задача, видимо, подсвечена вот этим зелёненьким... Зелёненькой ниточкой, да? С этими кружочками. Хорошо. Ну, что я могу делать вообще? Открывать двери. Так, хорошо. Брать я могу мячик. Ну да, типичная комната шестилетнего ребёнка. Куча игрушек, паровозик. Детские рисунки. Ну ладно, давайте заберём замок. Чтобы никто не заподозрил мою роль в этом... В этом преступлении. Так. Вроде бы я иду правильно. Налево, нет, направо, потом налево, потом на лесенку. Направо, потом налево. Теперь лесенка вроде бы здесь, да? Чё это такое? Отвёртка? А это что? Лампочка. Вроде бы, да? Так, у меня есть... Отвёртка, которой удобно что-то ломать. И лампочка. Не знаю, зачем. Ну ладно. Картины. Так, остерегайся крестов. Они делают меня слабее. Так, где же у нас кухонька? Обеденная. Так. По-моему, надо чуть-чуть посветлее сделать, да? Наверное. Допустим, вот так. И чувствительность малость убавить. Ну, вроде терпимо. Так, кухня здесь. Опа. Так. Так, 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 так. Я взял замок, я должен положить его в карман, чтобы никто не нашёл. Он ещё может пригодиться потом. Телекинез. Я изучил новый навык. Здорово. Надо это дело использовать и спробовать. Я так понимаю, что они обнаружили тело. Да, вот полиция приехала. Но кто же это сделал? Наверное, садовник. Ха-ха. Детектив МакГаффин. Так, похоже на сердечный приступ, да? Женщина упала в холодильной комнате. Ей было 50 с чем-то лет. Типично для женщины её возраста. Так, они все ждут на кухне. Но я так понимаю, что это будет мой главный противник, да? Детектив, который расследует это дело. Не дай бог он меня заподозрит. Так, ну это, наверное, мои родители, по идее, да? Мой папа и моя мама. Похоже на несчастный случай. Да, мы уж всё вернём. В нормальное русло, не переживай. Так, 12 июля 72-го года. Курение убивает. Это, видимо, наша очередная задача. Чувак любит выпить. Опа, бухлишко нашёл, да? Беспалево. А ты кто вообще? Ты не мой папа. Так, здесь творится полный бред. Негативные последствия в год выборов. А, так кто-то из них, видимо, хочет стать чиновником. Джин, чувствую себя как дома, я пока разберусь с бумагами. Никуда не спеши. Так, ну это, видимо, гость, да, какой-то? Пришёл к моему бате. Ну, к бате человеческому. Не к Люциферу. Да? Ну-ка. А, появилась новая... Новый стикер. Джин. Коллега, он иногда приходит к моему отцу по делам. Я ненавижу, когда он курит в гостиной. От этого у меня болит голова. Понятно. Ну, название уровня «Курение убивает» по идее... Что-то связано с курением, да, будет здесь? Так, давайте посмотрим, что мы можем здесь найти. Машинка. Ладно, плевать. Так, вот это мои навыки, по идее. Как я могу их использовать? Это рука. То есть, это не навык, это скорее возможность взаимодействия, да, с предметами. А вот это конкретно уже навык. Так, выброси. А-а-а! Реально, смотри. Я могу это дело передвигать на расстоянии. Но у меня шкала очень быстро убывает. Шкала возможностей моей. Или шкала силы. А, меня видят! О, божечки. Кто? Кто меня видит, э? Здесь нет никого? Так, ладно, давайте что-ли поизучаем дом. Что мы можем? Что мы не можем? Балкончик. Довольно красиво. Я, видимо, могу как-то использовать поручень. Может быть, кого-то скинуть. Да. Так. Хорошо. Но дом реально, он большой, два этажа. Дом похож на лабиринт какой-то. Можно выйти опять же на балкон. Ну реально, игра графически чем-то напоминает Hitman Blood Money. И по стилистике, и по стилистике, и по геймплею, да? То есть я собираю предметы, значит, делаю подставы, вот как было с замком и холодильником, и убиваю всех членов семьи. Пойди вниз и посмотри телевизор. Окей, бро. Именно так мы и сделаем, да? Сиди без света, ублюдок. Мэри в гораздо лучшем месте, вместе со своим мужем. Ну спасибо. Догадайся, кто это сделал. Гостиная. Вот там, по идее, кухня, да? Так, камин, обеденный столик, часики, ваза. Опа, разбил. Ну ничего, бывает. Вау! Тихо, тихо, тихо. Крестик. А с тобой можно что-то сделать? О, ни хрена себе. Я его перевернул. Теперь это знак... Не очень хороший, да? И он даже на меня не действует. А вот и Джин. Привет, Джинни. Так, хорошо. Привет. Вот ты где, Люциус. Дай-ка на тебя поглядеть. Кажется, ты сильно вырос. Ну, естественно, 6 лет прошло, чувак. Так, как тебя убить? М? Чувак, подскажи мне, как тебя? Учеба? Шикарно! 6 лет, чувак! Мне 6 лет. Какая нахер учеба? Я только в первый класс, по идее, пошел. Так, хорошо. Какие-то пустые ящики. Ни разу не круто. Ну, ладно. Опа, бухлишко. Чувак, хочешь бухнуть? На, держи. Упс. Ну, акциденты случаются. Да, я уверен, это все. Да, дерьмо случается, да? Опа. Че это такое? Стоп крепинг around, Люциус. Ты меня нервируешь. Чувак! Ты у меня дома вообще-то сидишь? В моей хате! Лучше бы молчал. Не напрашивайся. О, шампусик. Маман! Хочешь бухнуть? Да твою мать! Так. Опа, рояльчик. Пианино. Без инструмента ничего не сделать. У педали болты на 1,2 дюйма. Хорошо. Заперты. А, посмотрите. Когда я навожу курсорчик на спички, то я вижу его взгляд. То есть, может быть, мне нужно... А, опа. Ни хрена себе. И че? И че это такое? Так. Я украл спички Джина. Теперь он может прикурить только от печи. Я должен устроить для него ловушку. Печь оснащена системой, которая предотвращает утечку газа. Для этого мне нужен какой-то инструмент. Нет? Нет, не видел. И вообще сюда первый в жизни пришел, чувак. Я даже не знаю, как они выглядят, твои спички. Так. А ты куда потопал? Да не видел я твои спички, успокойся. А, так он пошел, наверное, прикуривать от печки. А, все, я вспоминаю. Значит, это реально, это как будто Хитман. Я проходил первые четыре части Хитмана. Я не играл только в Абсолюшн. Ну и в новый, конечно, Хитман тоже. Но это дело, это настолько очевидно. Значит, мне нужно как-то устроить диверсию. Здесь подкрутить, видимо, газ, чтобы он рванул к чертям собачьим. Испортил себе пиджачок. Да? Что? Уборщика отвертка. А, так я уже забрал, по идее, это дело ночью. Я забирал, да? Ну-ка, где у меня инвентарь? Да, вот. Ну-ка. Давайте пробовать. Предмет использован правильно. Хорошо. Ныкаемся. Хе-хе. Так. Я сломал печь, но Джин об этом не подозревает. Теперь нужно просто подождать. Ну, давай. Подождем. Подождем твою маму. Подождем твою мать. Темно. Светло. Темно. Светло. Так, ладно, что еще я могу здесь сделать? По идее. Что-нибудь можно? Кастрюльки. Баночки. Стульчатка. Бананы. Холодно. Так, лопата. Чашечка. Оооо, сейчас что-то будет. Надо подальше встать. Мало ли что. Ну давай, подонок, прикуривай. Нихер курить у меня дома. Я этого на дух не переношу. Маленькая сволочь, а? Посмотрите. Вообще никак не реагирует. Ему плевать. Достижение двойное убийство. Двойное? Я кого-то еще убил? А, ну ту девку, да? Опять детектив здесь ходит, шныряет. Какого хрена? Тупый давай домой. Что я могу сказать? Все это... Цепь несчастных случаев. Довольно зловещих. Так, он управлял компанией моего батя, я так понимаю, да? Это Джин. Даже не знаю, как без него быть. Так, они хотят поговорить с мастером, да? Хе-хе, крайний мастер оказался. Так. Уборщик известный пьяница. Ремонтировал ванную. На этаже. На нижнем этаже западного крыла. Я так понимаю, что вот эти вот вставки, да? Они идут от лица детектива. То есть он расследует это дело, оставляет эти фотографии убитых. И пытается понять, что происходит. Но никто не знает, что виной всему я. И мой батя пришел меня, наверное, похвалить. Здравствуй, Люциус, мы снова встретились. Смотри, у тебя отлично получается, я тобой горжусь. Спасибо, батя. Но мне нужно научить тебя более, так сказать, тонким умениям, которые тебе пригодятся. Ты можешь натренировать свое сознание, перемещать предметы силой мысли. Ну давай, покажи. Я, по идее, уже умею, да? Вот мутиликинезик. Да. И что? Так, я могу перемещать предмет с помощью мышки. Теперь удерживайте и нажмите одновременно 1 и 2. А-а-а! То есть в этом состоянии я могу двигать предметы... Твою мать, это не так-то просто. Хорошо. И что дальше? А, еще! Да твою мать. Так, подожди, подожди. Попробую разбить чашку с кофе. А как? Окей, получилось. Попробуй включить радио. Ну-ка. А с какого расстояния я могу это делать? Допустим, вот так, да? Да, теперь ты знаешь, что делать, сын мой. Ты должен продолжать свою миссию приносить мне души. А-а-а! Значит, я убиваю этих людей, и души я, как бы, переношу своему батю Люциферу. Недурно. С помощью телекинеза я могу включать технику. Видимо, с помощью этого дела я могу как-то делать убийство, да? 4 августа 72-го. Настроение смерть. Лил дождь. Как раз вот об этом говорилось в начале, да? В расследовании детектива он говорил там что-то про дождь и про пьяницу на первом этаже. То есть, это ремонтник. Или уборщик или кто-то там. Значит, нам надо его завалить. Ну что, друзья, давайте здесь, наверное, поставим паузу. Начало положено. Если вам понравилось, обязательно поддержите видео, поставьте пальчик вверх, подпишитесь на канал и вступите в группу ВКонтакте. Всем пока, до встречи в новой серии замечательных приключений Люциуса. Жесть-то какая. А, вот она. Это кто? Что за мумиё? Прыгает здесь. Эй! Их тут до хера! Мумиё проклятое! Хе-хе, пошли поручить! Так, а вспышки у вас можно как-то ослепить? Нет, нельзя. Замечательно! Тут очень много мумиё! И что делать? Они меня хотят убить! Хе-хе-хе! А-а-а, божечки!